всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня видео о том что я раскрасила за май месяц кому интересно такого рода видео оставайтесь со мной приятного вам просмотра я уже достала свои два блокнота в которых я записываю раскрашенная в этом блокноте у меня записано то что я раскрасила по плану а в этом то что вне плана надо сказать что план я выполнила и перевыполнила тоже и всего у меня получилось 70 раскрашенных иллюстраций я по плану взяла для себя тридцать одну раскраску ну и не по плану задействовала тридцать две раскраски ну и соответственно в каких-то у меня выполнено по нескольку иллюстраций в общем давайте приступим начну показывать сначала будут раскраски такие большие по номерам которые мы раскрашиваем вместе с оксаной ссылка на канал оксана будет под видео и в конечной заставке так что проходите смотрите и знакомьтесь кто с ней не знаком загадочные кошки картины пазла здесь мы красим по порядку и в этом месяце получается вот такой вот кошак рыженький симпатичный собственно закладку можно отсюда я так думаю убрать потому как все равно раскрашиваю по порядку вряд ли перепутаю следующее это цветовой квест города тут получилась вот такая иллюстрация она пиксельная поэтому только какие-то очертания хотя в принципе вот на камеру даже очень нормально без камеры честно говоря хуже смотрится цветовой квест животные здесь я раскрасила вот такую змею ну вместе с оксаной конечно же мы красили пиксельная очень яркая пестрое но в целом нормально хотя мне кажется здесь с оттенками очень сильно переборщили далее раскраска color tronic сейчас покажу что было раскрашено в этом месяце в этом месяце вот такой зверюга на фоне сухая пастель но далее спиртовые всякие маркеры и что мне не очень понравилось это то что они как-то пятнами пошли далее раскраска по номерам пейзажи от издательства клевер это раскраска появилась у меня в этом месяце огромное спасибо марине июле я как раз у них приобрела ее очень очень рада ну вот так вот получилось здесь я раскрашивала фломастерами также раскрашивала волшебных мирах за эту раскраску в общем то тоже должна сказать спасибо марине июле потому что когда она появилась в каком же в читай городе в магазине читай город девчонки мне написали рано утром и якобы успела прочитала сообщение успела заказать эту раскраску раскрасила я двадцать вторую иллюстрацию вот такая природа мне очень нравится как здесь получаются иллюстрации дальше подарок от оксаны раскраска звездные войны тут у меня раскрашена 4 иллюстрация принцесса лея вообще мне понравилось как получилось но за исключением вот этого пятна но в целом в подсказках в общем то то же самое я раскрашивала как карандашами а потом растирала все это блендером от ках и нур а потом блендером от карандаш и сверху полировала салфеткой и в принципе мне понравилось как получилось здесь я всегда раскрашиваю исключительно карандашами следующая раскраска не по номерам в царстве снов и фантазий и тут я экспериментировала с фоном потому что здесь плотная бумага односторонние иллюстрации и преимущественно такие вот узоры если их обычно раскрашивать как-то не интересно вот а если наслаивать или там как-то объем придавать может быть интересно ну и здесь я решила поразвлекаться именно с фоном с фломастерами я нанесла фломастера разные цвета потом размыла водой и вот так получилось вот но поскольку у меня за рамки затекло мне пришлось приклеить скотч скотч серебряный он всегда подходит и везде вообще нет несочетаемых на цветов я это всегда говорю для тех кто считает что что-то может не сочетаться вот а серебро например в отличие от золота она уместно всегда и сочетается абсолютно со всем например золото она тоже очень хороший цвет но он сочетается не совсем поэтому даже бытует мнение что например когда золотые украшения иногда даже считается что золото это украшение для там взрослых женщин иногда считается что это даже где-то вульгарно на самом деле это не так просто золото далеко не совсем сочетается поэтому иногда и ощущение такое так следующее что я покажу это раскраска полет фантазии дейзи флетчер мне очень нравится эта раскраска но я редко в ней крашу тут у меня раскрашен разворот но он такой простенький сейчас я одну скрепку уберу чтобы показать вот так получилось я думаю что эту ласточку видно просто чтоб уж не все скрепки не убирать ну вот такой разворот сухая пастель карандаши давайте покажу поближе вот ласточки ну в целом я довольна и сейчас я верну скрепки на место ну чтоб нигде ничего лишний раз не отпечатывалась сейчас покажу следующую стопку раскрасок и начну с такой простенькой и серии zendoodle птички певчи я уже говорила что мне здесь очень нравится бумага она такая газетная не белая и тут идеально раскрашивать карандашами прям получаешь огромное удовольствие от процесса и кстати говоря если у вас есть какие-нибудь карандаши которые немножко жестковаты то тут можно их применить за счет шершавой бумаги будет весьма неплохо нет ну конечно если уж карандаши не совсем безнадежные вот я не помню чем я здесь красил нет но здесь сухая пастель понятное дело но какие-то еще карандаши наверное может и джеки я не помню в каком-то влоге показывала и вот здесь у меня был корректор от гамма но за маску следующее что я хочу вам показать это раскраска русалочка я ее начала в этом месяце и начала вот с этой иллюстрации здесь акварель детская луч и сухая пастель также немного белой ручки с обратной стороны все хорошо ничего не протекло но и бумага в общем то тоже в нормальном состоянии также я в этом месяце начала раскраску енины мироновой дзен терапия япония в цветах вот это для меня была новая раскраска но правда выглядит она не как новая потому что покупала ее на книжном складе и мне ее естественно продали в таком виде с огромной скидкой за 25 рублей вот она мне нравится но как-то стояла у меня на полке я ее покупала или в июле или в августе двадцатого года соответственно почти вот она у меня просто так простояла начала раскраску с этой иллюстрации здесь у меня на фоне сухая пастель здесь детская акварель ну и немножко добавила черный карандаш самую малость так получилось мне еще понравилось как сухая пастель немножко вот здесь оказалась на кончиках вот на перышках и это даже такой прикольный эффект получился ну и соответственно бумага здесь тоже нормальная и детская акварель также никуда не протекла следующее это дыхание весны не ее подарила оксана мы ее друг другу подарили и в этом месяце я здесь раскрашивала вот эту иллюстрацию к пасхе здесь карандаши абсолютно разные и ашан и по-моему полихромосы есть есть белые ночи акварельные не акварельные каханур magic в общем всего понемногу фон я делать не стала я подумала что фон здесь будет особенно так как-то неуместен ну и сейчас я тоже придерживаюсь этого мнения единственное как я уже говорила мне не хватало вот здесь какой-нибудь прорисовки здесь они оставили пространство и она тоже как-то очень странно ну в итоге я не хотела это оставлять белым поэтому закрасила зеленым но вообще это странно а так очень замечательная раскраска я рада что она у меня появилась я боялась птичек раскрашивать но в итоге птички тоже как бы нормальные следующее это от creative heaven atom sense в общем осенняя такая раскраска эту я может быть и летом буду раскрашивать несмотря на то что она весенняя равно как эта раскраска появилась у меня зимой но я ее и зимой и весной красила и вполне вероятно что буду красить лето так и здесь у меня вот это иллюстрация с листочками я здесь использовала акварель которая в кюветках гамма виста артиста белые ночи вот на фоне как раз у меня теплое зеленое от белых ночей я ее купила но пока еще никуда особо не применяла ну может быть там один-два раза ну и тут предоставился такой случай потому что я не могла никак понять как именно делать фон и делать его или нет но учитывая что здесь вот эти вот капельки или что это то фон все-таки предполагался но я много разных вариантов для себя так перебрала и поняла что ну наверное надо просто белые ночи здесь использовать в итоге мне вполне себе понравилось кстати я сначала начала раскрашивать эту иллюстрацию на камеру и как раз использовала акварель в кюветках потом влог сняла и вернулась ну может там или к вечеру или на следующий день к раскрашиванию не помню но в итоге я почему-то по привычке схватила детскую акварель думаю странно какие-то другие сочетания только потом поняла что здесь односторонние иллюстрации здесь всегда я использую то акварель который протекает это вот к разговору о том что у меня всегда тянется руках больше к детской дешевой акварели раскраска космос по номерам здесь я раскрашивала ну наверное я так понимаю к дню астрономии вот эта иллюстрация раскрашивала маркерами всякими разными она у меня теперь односторонние поэтому маркерами здесь красить просто отлично следующая раскраска также на космическую тематику открытый космос я также сделала из двусторонней раскраски одностороннюю правда пока я ее еще не сшила и красила я вот эту иллюстрацию здесь тоже использовала всякие маркеры в основном использовала мазали вот эти потому что они уже почти заканчиваются на большие пространства их не хватит а вот на такие маленькие элементы просто отлично подходит но еще у меня здесь акрил вот эти точки но в общем всего понемногу и довольно таки ярко следующая раскраска это мир игрушек по номерам она у меня также стала односторонней под маркеры здесь у меня раскрашена 6 иллюстрация вот это также маркерами я не помню мне кажется что наверное может быть я здесь тестировала новые маркеры но трудно сказать и вот к сожалению где-то какие-то пятна а вот здесь вот как отпечатки пальцев получились да но в целом в любом случае маркерами такие иллюстрации раскрашивать лучше они в любом случае выглядят гораздо симпатичнее чем если красить фломастерами они будут полосить ну а карандашами мне здесь не очень нравится раскрашивать то что большие элементы ну в общем вот так следующее это техника и транспорт и здесь тоже она у меня стала односторонней маркерной вроде бы я здесь раскрасила вот эту иллюстрацию просто я как-то по моему название не так свой блокнот записала но по-моему я красила именно вот эту и даже скорее всего на ней пробовала новые маркеры следующее это волшебный мир 16 витражных раскрасок и здесь у меня раскрашена вот эта иллюстрация ко дню астрономии я давно смотрела на эту иллюстрацию и как раз таки на планировала ее красить именно к этому дню но правда я не присматривалась к палитре и поэтому когда раскрасила было немножко разочаровано вот этой оранжевой одеждой ну ладно мне кажется здесь что-нибудь другое бы лучше подошло но наверное просто планировалось чтобы эта иллюстрация была яркой но и раскрашивала я акварелью для меня эти вот раскраски серия 16 витражных раскрасок она для меня стала акварельный потому что карандашами здесь красить я не хочу фломастеры будут протекать можно было ее сделать а 200 односторонний и красить маркерами но здесь слишком мелкие детали поэтому акварель самое то теперь пошли раскраски из серии издается более 25 30 и 40 лет первое это что мы видели в лесу здесь в этом месяце я начала раскраску и начала ее с клевера мне понравилось как я подобрала цвета то есть вот это пример и все остальное это я уже подбирала в общем подобрано хорошо фон сухая пастель ну а так акварель соответственно раскраска на реке здесь вот эта иллюстрация раскрашена тоже а детская акварель луч и а сухая пастель полевые цветы ну на моем канале выходило два видео день добрых раскрасок первая часть и вторая вот я там окрашу на камеру в полевых цветах у меня раскрашена вот такая иллюстрация это горит свет весенний цветы из сада здесь я раскрашивала букет роз вот этот мне тоже нравится как получилось в этом месяце я начинала раскраску бабочки начала ее сразу с первой иллюстрации здесь я пробовала акварель наносить слоями ждала разумеется когда один слой высохнет ну в общем вот по примеру не совсем прям так но я уже не стремилась совсем в точности но тем не менее опиралась на заданные цвета так получилось дальше раскраска летом здесь у меня тоже я ее в этом месяце начинала я эту раскраску очень боялась то что мне нравилась тематика а прорисовка меня пугало то есть с одной стороны мне прорисовка нравилось но с другой стороны я не знала как не поступить подступиться оказалось что здесь также можно прекрасно использовать акварель сухого пастель и я прям в восторге от самого процесса и результат мне тоже понравился поэтому буду конечно же активно здесь все раскрашивать далее цветочные часы скорее всего я тоже и начинала и начала с первой иллюстрации это цикорий сами цветы я раскрашивала одним цветом где-то темнее где-то светлее растягивала цвет калинка да малинка эту раскраску я очень люблю точно так же как и ту которую я закончила луговые цветы и здесь у меня вот эта иллюстрация с рябиной и с птичкой вот такой пример да но у меня чуть-чуть светлее конечно получилось но в общем в целом я старалась угадай нарисую раскрасть по моему ее я тоже начинала да и начала я с одуванчик а и вот здесь я рассказывала что немножко напутала напутала в том смысле что здесь уже пух а не цветок но я начала уже раскрашивать в цвете поэтому так и оставила далее чудесные цветы эту раскраску я также начинала в этом месяце появилась она у меня давно ну как бы мне нравится она но я не знала как не подступиться но в итоге я решила что ее нужно раскрашивать мэджиками прошу прощения что-то с фокусом было я взяла разные наборы ках и нур kids fantasy ну и вот так получилось а еще ках и нур из музея ван гога в амстердаме вот здесь вот я раскрашивал то что мне а не давила да что же с фокусом то следующая раскраска это миллион медведей лулу майя здесь у меня вот этот разворот изначально он мне не понравился но сейчас я когда-то посмотрела вполне себе нормальный разворот все раскрашено детской акварелью просто отдыхательном любовные мандалы здесь очень тонкая бумага поэтому я раскрашиваю тут все исключительно карандашами я не привязываюсь к названием к значению просто получаю удовольствие от процесса здесь а была раскрашена вот эта мандала и раскрашена она faber к стал замок далее song сад времени это раскраска у меня в челлендже начать и закончить за год но в этом месяце я как-то вообще раскрасила здесь по моему только одну иллюстрацию ну и ладно я иногда думаю что лучше себя и не заставлять лучше раскрасить там одну нормально и потом к этому вернуться с большим удовольствием вот эта иллюстрация она раскрашена детской акварелью луч 32 цвета также я добавила белую ручку немножко карандаш не акварельные белые ночи ну в общем всего по чуть-чуть а и вот здесь вот у меня берлинга металлик мне понравилось как получилось иллюстрации только вот уже все отрывается с обратной стороны естественно ничего не протекло а если протекло то не страшно следующее это научпоп раскраска космос обожаю ее хотя когда купила немножко побаивалась потому что иллюстрации двусторонние а элемент такие достаточно большие но в итоге я стала раскрашивать акварелью хотя за счет того что здесь текст то она может быть односторонние но знаете текст тоже достаточно интересный здесь есть что пораскрашивать и мне например не хотелось как то чтобы протекала я использовала здесь детскую акварель луч мне очень понравилось как здесь все получилось блестки добавила немножко гелевых ручек самую малость с обратной стороны все прилично я ее раскрашивал на день астрономии а вот на день космонавтики я красила тогда помнится в другой в апреле да вот эту раскраска прекрасные цветы обожаю ее тут у меня раскрашен вот такой зонтик с цветами карандаш и тут абсолютно разные и лира и еще что-то и вот здесь вот точки сделаны акрилом ну или гуашью следующие это мандалы побеждаем фобии страхи здесь тоже достаточно тонкая бумага поэтому раскрашиваю карандашами тут я раскрасила две иллюстрации во первых вот такую это у меня карандаши faber каста и еще раскрасила вот эту здесь те же самые карандаши ну и раскраска модницы в этой стопке здесь я раскрашиваю маркерами когда у меня появились другие маркерные раскраски я ее подзабросила но сейчас к ней вернулась и в этот раз вот такая девочка раскрашена рыженькая лежит отдыхает загорает ну прям как я ну и к тому же иллюстрации здесь односторонние принесла следующую стопку раскрасок здесь буду показывать кербера за носом это метаморфозы и тут у меня сейчас я опущу камеру вниз вот эта иллюстрация в прошлом месяце я красила этого лебедя ну и соответственно в этом дошла очередь и до этой страничке здесь у меня в общем-то и берлинга металлики и манделузы и сухая пастель короче много всего я уже все даже не помню далее аниморфозы тут я решила вообще отдохнуть и раскрасить то что обычно я как-то обхожу стороной потому что уж слишком тут мало чего можно раскрасить ну и в итоге раскрасила разворот тут нужно что-то дорисовывать я покупала раскраску и в общем-то собираюсь раскрашивать и никак не рисовать во первых не умею во вторых не считаю нужным в третьих даже не хочу учиться вот мне понравилось как получилось здесь перламутровая акварель луч наверное манделуза как всегда вполне даже веселенько получилось ну и к тому же такие иллюстрации тоже надо как-то раскрашивать хрупкий мир в хрупком мире мы вместе с оксаной раскрасили вот эту иллюстрацию это тасманийский дьявол невероятно милые зверьки очень они прикольные симпатичные у них еще такая белая полосочка но в общем по каким-то причинам я не стала эту полоску делать но вернее как я загуглила посмотрела и в общем то с этих ракурсов теории и особенно ты не видно вот зверьки очень милые и я кстати буквально недавно читала в новостях что впервые по моему за три тысячи лет что-то такое в дикой природе и родились сколько-то там щенков этого дьявола и ожидается вроде как еще ну прикольно видимо раскраска кербера за нос и имеет какой-то магический смысл ну потому что она же посвящена вымирающим видом с обратной стороны все нормально ничего не протекло фантоморфозах я опять же решила немножко отдохнуть и раскрасила такую вот самом начале иллюстрацию потому что это тоже нужно раскрашивать и наконец-то дошли руки тут по моему призмы сухая пастель наверное черный карандаш белая ручка в общем все как всегда а мироморфозы здесь мы раскрашивали вместе с оксаной и я раскрасила вот этот вот ботинок этот у меня уже давно был раскрашен ну и соответственно доделала здесь magic и манделузы ну и наверное еще что-то гелевые гелевые ручки с блестками теперь у меня готов целый разворот когда я начала раскрашивать я сказала что этот ботинок скорее всего будет другого цвета но потом я подумала и решила сделать его точно таким же мифоморфозы так и здесь здесь у меня получился вот такой разворот я его очень хотела раскрасить но в итоге как-то мы красили вместе с оксаной мы сначала одно запланировали раскрасили в предыдущем месте в общем пока дошла очередь до этого разворота я как-то не знаю перегорела что ли в итоге мне этот разворот дался очень тяжело к тому же я еще в том месяце говорила что мы с разворотами переборщили а у кербе сейчас вот кроме хрупкого мира это может быть геоморфозы фантоморфозы все остальное то что вот очень много раскрашено это что осталось все вот разворотами идет это очень тяжело вот и он не невероятно сложно дался хотя я обожаю раскраски кербера за носа они мне обычно даются легко я красила просто долго долго поняла что с разворотами я теперь точно заканчиваю за редким исключением ну и даже в итоге у меня были одни планы потом и планы на момент раскрашивания поменялись и потом когда я вот это раскрасила приступила к этой страничке в итоге эта девушка я ее красила почти так же как эту хотя у меня были совсем другие планы следующее это как раз таки геоморфозы и здесь получилась вот такая иллюстрация ну мы просто красим для себя уже распланировали что когда красить и как-то уже раскрашивали вот эту иллюстрацию да я здесь не проложила к сожалению на тот момент ничем и все отпечаталась сначала я раскрасила вот эту многим понравилось как получилось мне собственно говоря тоже но и через какое-то время дошли руки уже до этой иллюстрации в принципе мне тоже нравится как получилось я немножко другие цвета использовала к тому же здесь эта иллюстрация уже более в полной версии но тоже интересное достаточно небо здесь вот не было птичек и как бы погода получилось немножко другой ну вот как то так конечно вот здесь более плавный такой переход а здесь он не знаю не такой вот это более яркое пятно я вот уж думаю может мне его немножко доделать еще добавить такого темного посмотрим ладно под настроение следующая раскраска это уже мир толкина и у меня раскрашена акварелью детской акварелью вот эта иллюстрация нт вообще наверное предполагается что это разворот но я решила раскрашу здесь этого будет вполне достаточно так чисто для удовольствия детская акварель здесь ведет себя хорошо не протекает бумагу не ведет но и потом когда на полке все постояла выровнялась волшебные миры средиземья толкина здесь мы красим с оксаной вместе и красим всегда по порядку поэтому в этом месяце было это иллюстрация здесь абсолютно разные карандаши каханур magic белые ночи потом дервенты абсолютно разные лиры немножко детской акварели полихромосы короче много всего здесь такой голубоватый оттенок здесь тоже карандаши это по-моему лира далее в этом месяце я начала раскраску виктории дорофеевой тайны стихии земля и огонь я покупала эту раскраску на складе и да здесь я все проложила чтоб не попачкать как придется это все снимать не хотелось бы конечно но показывать надо потом приделаю вот такая иллюстрация здесь magic и абсолютно разные детская акварель перламутровая обычная вот так получилось еще белая ручка черный карандаш вот тут нормально далее идет раскраска джоанны бэсфорд айви и чернильная бабочка неожиданно в прошлом месяце она у меня так довольно таки хорошо пошла ну и немножко в этом месяце я ее тоже решила продвинуть и в мае я раскрасила две иллюстрации сейчас покажу по моему это было разворотом раскрашено может быть в несколько приемов не знаю потому что я пронумеровала как 29 одним разворотом в общем вот так вот акварелью сухой пастелью вполне симпатичненько так и сейчас я просто номер посмотрела если верить записям то вот этот разворот сделан здесь сухая пастель и металлики берлинга вот почему говорю верить записям я просто не помню до еще а здесь что но тоже металлики я просто смотрю и не помню что здесь раскрашивала но по записям вот этот страничку рождественские чудеса весной сейчас тоже покажу что у меня тут раскрашены раскрашено вот это сердце ну вообще так удивительно кажется что это было очень давно оказалось то в мае я здесь шпателем этим ну для ремонта для строительства таким силиконовым развлекалась наносила тут или гуашь или акрил или все вместе уже не помню в общем вот такое сердечко получилось мне в принципе нравится прикольный эксперимент получился далее мария тролли в час заката и тут у меня тоже скрепки вот эту птичку цветочки раскрашивала таким образом получился разворот что у меня перебор с птичками а их не очень люблю красить и ханна карлсон расцветный час надо будет обложку здесь сделать здесь мы раскрашивали вместе с оксаной и у нас была вот эта иллюстрация здесь пастельная гуашь вот эти точки карандаши какие-то разные и в общем и дервенты и берлинга что тут только нет но это еще не все что я раскрасила в этом месяце вот такая стопка раскрасок и сейчас я тоже вам все обязательно покажу минутку удивительные животные тут вот эта страничка раскрашена детская акварелью как всегда ну то есть вот я как купила так вот и крашу не знаю как будет дальше по порядку или нет но пока раскрашиваю по порядку очень нравится эта раскраска дальше новинка которая появилась у меня в этом месяце для меня новинка лисы и совы здесь я начала раскраску так сейчас найду вот с этой простенькой иллюстрации я ее раскрашивала пастельными карандашами берлинга и потом растерла салфеткой так для блеска простенькая но мне понравилось далее раскраска лесные феи и здесь у меня раскрашена вот эта иллюстрация на фоне гуашь пастельная эрих крауза а здесь пастельные карандаши от берлинга ну и вот тут я немножко добавила на контур белую ручку ну в целом мне понравилось как получилось достаточно просто ну это и раскраска с другой стороны простенькая вот здесь я немножко добавляла на контур пастельный карандаш в цвет но не так чтобы как-то основательно но все-таки добавляла где это требовалось раскраска чай и кофе насколько я помню но я сейчас сверюсь записями по моему я раскрашивала вот эту иллюстрацию скорее всего пастель ну и тому подобное дальше раскраска загадочный лес она мне очень нравится и в этот раз я вот эту иллюстрацию раскрашивала здесь детская акварель пастельные карандаши и масляная пастель пентель в этом месяце у меня появилась раскраска удивительные цветы и я ее тоже конечно же начала начала я с розы потому что она простенькая я здесь по-моему использовала полихромосы а здесь использовала лира акварельные без размытия лира рембранд у них очень такой эффект прикольные которые мне нравится ну и потом саму розу растерла сначала блендером потом салфеткой для блеска отполировала дальше идет раскраска юге вот это и было мной раскрашена простенькая иллюстрация решила вернуть камеру прежний ракурс вот так получилось следующее это котики мурмур терапия как и собиралась я здесь раскрасила масляной пастелью вот этого кота достаточно абстрактно для того чтобы склеить раскраску но я ее еще не склеила следующее это раскраска по номерам от а ст сейчас я посмотрю по своим записям странички так ну во первых вот эта страничка была мной раскрашена далее это вот это это еще не все ананас вот этот зверюга и вот этот красавчик теперь раскраска мандалы из серии цветотерапия и тут у меня раскрашена по моему вот это мандала фикс прайсовскими двойными фломастерами я как раз их добивала ну почти все добила потом идет танец на коленке позитивная арт-терапия я брала ее с собой в парк и раскрашивала пастельными карандашами берлинга вот этот разворот ну дома я конечно же еще прошлась блендером салфеткой для полировки еще раскраска я люблю раскрашивать морских единорогов и и мне подарила марина и юля и мы вместе с мариной и оксаны здесь раскрашиваем каждый месяц мы будем раскрашивать каждый месяц в течение года в этом месяце красили эту иллюстрацию фон сделан фломастерами то есть я нанесла несколько оттенков фломастеров и размыла все это дело водой цветы я раскрашивала пастельные гуашью эрих краузена правда что касается желтого у меня здесь пастельный оттенок и обычная желтая гуашь сам нарвал у меня раскрашен спиртовыми маркерами и вот здесь вот у меня гелевая ручка люлекс с блестками также раскраска я люблю раскрашивать фламинго эту раскраску мне подарила виолетта привет тоже тебе и огромное спасибо и я ее брала с собой в парк на одну из прогулок и раскрасила вот эту иллюстрацию раскрашивала я по моему карандашами марка супер бюрайтер который мне дарила олеся тоже привет и спасибо ну вот теперь я вроде бы показала все раскраски если данное видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео заглядывайте в мой инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки а я благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья настроение вдохновение уютных раскрашивательных вечеров до скорой встречи пока пока